Мы в настоящем взглянуть в будущее, а потом в прошлое. Будущее, я думаю, пытаюсь фантазировать, сколько еще напишет Юрий Кувалдин, когда достигнет моего возраста. Вы видели полный стол там, я думаю, что еще такой или полтора будет. Это будет здорово и многие из вас это еще увидят. Но подобного в будущем урожая, который несомненно будет, потому что я знаю его работоспособность, талант и уверенность в том, что я что-то и сделаю, что он все жизнь и делает. Слава Богу, это внутренний свободный человек был всегда, теперь он и внешне свободен. Но я заглянул и в прошлое, я подумал, а что было со мной в те дни, когда он родился. То есть примерно 19 ноября 1946 года. Я покопался в архиве и нашел стихи, написанные в эти дни. Сейчас я дам их, значит есть факсимилия этих стихов. Сейчас я прочту. Одно написанное 18-го, то есть прямо накануне его рождения. Когда, и заметьте, что, наверное, они в чем-то пророчески напоминают то, чем будет он заниматься. Когда средь жизненных однообразий вдруг вспыхнет яркого события свет и гаснет вновь, его летучий след храню в размеренной четкой фразе. Слова вложив в воспоминания нить, я долго заставляю жить их тени, чтоб прелести их через год оживить из пепла прошлого хоть на мгновение. То есть вот она, как вы говорите, литературная судьба. Ну, встречая 1946 год, 18-го, 22-го ноября, написал я длинную поэму, которая кончалась так. Домой пришел в 26-м, и стоя на его пороге, немало думал я о нем. Я от него ждал много, много, он оправдал себя во всем. Он превзошел все ожидания, и с ним прощаюсь, говорю, ты перевыполнил желание, прими же мое благодарю. Это то, что родился Юра Павловна. Замечательно. Кирилл Владимирович, надо же. Удивительные вещи. Вот где это было? В Румынии? Нет, я был в 50-м классе. Ну, это самое, как раз, в 50-м классе, а я только родился. Ну вот. Так, Саша.